Три варианта обработки семян. Это вариант В. Здесь у нас идут фунгицидные штаммы плюс ассоциативные микроорганизмы стимулирующие. То есть, здесь БСК-3, триходерма, псевдомонада и бацилюс субтилис из фунгицидных и азотфиксаторы и фосфоролитики. То есть, вот этот вариант. Следующий вариант – это чисто фунгицидная часть, там без ничего, никаких стимуляторов нет. И вариант А – там фунгицидная часть плюс микроорганизмы. Ну, вот такие варианты. Остальные обработки, которые по вегетации, они идентичны, для того, чтобы нам просто осмотреть именно эффективность обработки семян. Тем более, как правило, мы же… Как правило, Сергей Борисович, из этих трех вариантов? Ну, понимаете, сложно судить. Если по внешнему виду, то вы видите, что особо они, как бы, особо не отличаются. Да, но мы когда по микоризе еще будем отбирать после уборки саму корневую систему со стырнёй, мы, как правило, отправляем в лабораторию, для… ну, чтобы увидеть, есть микориза или нет микоризы, она там работала или не работала. То есть, без этого мы просто так визуально не определим. Хотя, само по себе, микориза – это уникальный продукт, конечно. Это, ну, во-первых, это мощный насос, да, вот мы говорим о воде, да, это в первую очередь за счёт многократного увеличения корневой системы, за счёт мицелия, да, вот он, симбиоз ходит, то есть иногда, если по литературным данным, до 100 раз. Ну, конечно, надо будет тянуть этот насос влагу, если эта влага будет, да, если её не будет, если, естественно… Ну, и потом это, наверное, самый мощный фосфоролитик. То есть, это фосфор в доступное состояние переводит, ну, наверное, лучше, чем микориза, ни один из штаммов, скажем так, или там, препаратов. Ну, вот, кроме всего прочего, там, ну, ещё много полезных свойств, сказать. Вообще, это уникальный, конечно, продукт, но есть, есть там нюансы. Мы, когда первый год у себя там в Краснодаре во второй пятилетке мы применяли, да, на обработке семян, на пшенице, мы там получили тонну прибавки. То есть, это было… Мы потихоньку начали, да, заниматься, но вообще, конечно, я хочу сказать, что многие заявляются о том, что там применяется микориза, но я вот из опыта хочу сказать, что мы покупали чисто немецкую, да, провозили нам чисто американскую. Мы не находили там, мы что угодно там находили, кроме микоризы. А, хорошо. Поэтому вопрос качества микоризы и её выращивания, он, как бы, ну, не совсем простой. Да. Поэтому, ну, естественно, условия, климатические условия, почвенные, они, не все растения, они, скажем так, восприимчивы к микоризе, не все. Ну, допустим, свёкла невосприимчива, она не микориз, не крестоцветная, да, они не микоризные. Поэтому это определённые ниши, там, овощные, ряд культур. Сергей Борисович, вы согласитесь, что после уборки, может быть, вот, Алексей Иванович даст нам сведения по опытным участкам в сравнении? Не, ну, посмотри. Дело в том, что я уже говорил на том участке, где мы, где мы этот самый, я просто почему, я просто почему, что, я говорил о том, что выпады, неравномерные посевы разные, поэтому вот достоверность этих опытов, она, ну, скажем, не будет достоверна в большей степени. Приблизительно мы, как бы, что-то там будем знать, а с учётом того, что, ну, разная просто, разная плотность посеву, Алексей Иванович не даст соврать, мы же ходили по этим... В среднем, в среднем стадии развития ходили всё. Да, мы же смотрели, как бы бы это было всё. А сейчас оно, конечно, закрыло, и как бы больше, и то, видите, они вот выпады, вот эти все дела, там больше, там меньше, поэтому в этой части, конечно, ну, убрать уберётся, всё относительно будет сравниваться, но вот на достоверность такую, конечно, претендовать вряд ли, наверное, можно. Хотя мы разговаривали с Алексеем Ивановичем, что если на следующий год будем проводить, то мы это сделаем вот не в таком плане, как здесь вот участок там, 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 а, допустим, ну, вот как поле пара, да, и сделать блоками эти культуры, да, и по одному или там по два варианта, и для того, чтобы мы получили гарантированные сходы, для того, то есть, как бы, ну, как обычно это вот делается. Это как бы у нас, ну, первый такой у нас опыт, вот, примерно, изменения, поэтому, ну, и в большей степени Алексей Иванович говорит, мне хочется показать людям, что это непростое дело органическое земледелие, мне хочется показать, чтобы они видели сложности, так сказать, выращивание, что это не так просто всё, поэтому мы, хотя первоначально я даже предлагал, а может не будем проводить, вот так же, Алексей Иванович? Были у нас такие? Были такие у нас в моменты, именно вот из-за этих всех… Особенно, когда уже засуха до душа. Да, и у нас такие сомнения были, ну, а потом… Состояние полей сейчас чуть-чуть подронится. Да, ну, осадки помогли, как бы, всё равно это самое, но там, где не было растений, они не выросли, как бы… А вы видели микоризу на своих участках, вот там, где применяют? Мы эту микоризу будем определять после уборки, я говорил. А так визуально? Мы её так… В разнице я не вижу, как говорят. Мы отправляем, вообще есть в Питере учёный, с которым мы сотрудничаем, который чётко, вот, и тогда мы со второй пятилетки туда отправляли ему, он делал анализ, определял и, как бы, говорил там, ну, результаты есть микориза, работала она или нет. Ясно. Хорошо. Пойдёмте дальше. Дальше.